Здравствуйте! Я очень рада приветствовать вас в Доме знаний. Меня зовут Яганна Киньязовна, и сегодня мы с вами решаем задачи с помощью систем уравнений. Для начала вспомним алгоритм решения задачи с помощью системы линейных уравнений. Первое. Нужно обозначить неизвестные величины переменными, то есть переходим от смысла к буквам. Второе. По условию задачи записать уравнения, которые связывают обозначенные переменные. Третье. Нужно объединить эти уравнения в систему и решить полученную систему уравнений. И последнее. Истолковать результат в соответствии с условием задачи. Это переход от букв к смыслу. Хочу сказать, что последний пункт очень важен при решении задач с помощью систем линейных уравнений. Давайте разберем на примере такой задачи. Допустим, задуманы два числа. Если от первого отнять второе, то получается 10. Если к первому прибавить удвоенное второе, то получается 91. Давайте найдем задуманные числа. Первый шаг. Переходим от смысла к буквам. Пусть х и у – задуманные числа. Тогда получаем уравнение по условию задачи. У нас уравнение 2. Если от первого отнять второе, то получается 10. То есть х минус у равно 10. Если к первому прибавить удвоенное второе, то получается 91. Х плюс 2у равно 91. Теперь объединяем эти два уравнения в систему и должны решить систему уравнений. Систему уравнений решаем способом сложения. Давайте вычтем из первого уравнения второе из верхнего уравнения нижнее. И получим минус 3у равно минус 81. Отсюда получаем, что у равно 27, а х равно 37. Переходим от букв к смыслу. Задуманные числа 37 и 27. Давайте рассмотрим задачу. Масса 2 кубических сантиметров меди и 4 кубических сантиметров серебра равна 59 грамм. Плотность меди меньше плотности серебра на 2 грамма на сантиметр в кубе. Нужно найти плотность меди и плотность серебра. Всего, значит, масса 59 грамм. И известно, что плотность меди меньше, чем плотность серебра на 2 грамма на сантиметр в кубе. Итак, пусть плотность дана в граммах на сантиметр в кубе. Пусть плотность меди будет х грамм на сантиметр в кубе, а плотность серебра – у грамм на сантиметр в кубе. Значит, масса 2-х кубических сантиметров меди будет 2х. Масса 4-х кубических сантиметров серебра будет 4у. По условию задачи разность у и х равна 2. То есть мы знаем, что плотности отличаются на 2. 2. Плотность серебра на 2 больше плотности меди. И известно также, что сумма 2х и 4у равна 59. Обращаю ваше внимание на то, что 2х – это масса 2-х кубических сантиметров меди, и 4у – масса 4-х кубических сантиметров серебра. Так как для того, чтобы найти массу, нам надо плотность умножать на объем вещества. Получаем систему уравнений. у-х равно 2, и 2х плюс 4у равно 59. Выразим из первого уравнения у через х. Получим, что у равно 2 плюс х. И подставим во второе уравнение вместо у выражение 2 плюс х. Перейдем к уравнению с одной переменной, с переменной х. Раскроем скобки, приведем подобные слагаемые, перенесем неизвестные в одну часть уравнения, известные в другую часть уравнения. Получим уравнение 6х равно 51. Ответ х равно 8,5. Итак, плотность меди – 8,5 г на сантиметр в кубе. Для того, чтобы найти плотность серебра, верхнее уравнение вместо х подставляем 8,5. Или проще всего вот сюда подставить вместо х – 8,5. Получаем, что у равно 10,5. Итак, плотность серебра – 10,5 г на сантиметр в кубе. Рассмотрим следующую задачу. Дачник проделал путь длиной 46 км. Он шел 2 часа пешком и 3 часа ехал на велосипеде. На велосипеде он двигался в 2,4 раза быстрее, чем пешком. С какой скоростью дачник шел и с какой скоростью он ехал на велосипеде? Итак, понятно, что нам нужно найти скорости дачника, то есть скорость, с которой он шел и с какой он ехал. Поэтому эти скорости нам, скорее всего, надо будет обозначить за х и у. Пусть х км в час – скорость дачника пешком, и у км в час – скорость дачника на велосипеде. Понятно, что у равно 2,4х, потому что на велосипеде он двигался в 2,4 раза быстрее, чем пешком. Если пешком он двигался со скоростью х км в час, тогда на велосипеде он двигался со скоростью 2,4х км в час. у равно 2,4х. И нужно найти, с какой скоростью… Так, и что нам известно? Еще известно, что он проделал путь 46 км, когда шел 2 часа и 3 часа ехал на велосипеде. То есть если он шел 2 часа пешком, значит, он прошел за это время путь 2х. А за 3 часа он проделал путь 3у. И весь этот путь равен 46. Составляем систему уравнений 2х плюс 3у равно 46, и у равно 2,4х. Понятно, что эту систему мы будем также решать способом подстановки, потому что у уже выражена через х. подставим вместо у во второе уравнение системы 2,4х и получим вновь уравнение, которое зависит от х, в котором с одной переменной х. решим его, получим, что х равно 5. х мы нашли. Это скорость пешком 5 км в час, а скорость на велосипеде тогда будет 12 км в час, так как она в 2,4 раза больше. Рассмотрим следующую задачу. За 4 минуты через первую трубу поступают воды на 1 гектолитр меньше, чем за 3 минуты через вторую трубу. Если первую трубу открыть на 5 минут, а вторую на 1 минуту, то поступит 32 гектолитра воды. Сколько гектолитров воды поступает за 1 минуту через каждую трубу? Так. То, что нам нужно найти, обозначаем за неизвестные. То есть пусть через первую трубу поступает за 1 минуту х гектолитров воды. Тогда через вторую – у гектолитров воды. Значит, за 3 минуты через первую трубу у нас 4 минуты поступает… За 4 минуты через первую трубу поступит 4х гектолитров воды. А за 3 минуты через вторую трубу – 3у гектолитров воды. И разница равна 1. То есть разность 3у и 4х равна 1. Если в первую трубу открыть на 5 минут, то поступит у нас 5х гектолитров воды. А вторую на 1 минуту – это у. То есть 5х плюс у – это будет равно 32 гектолитров. Составим систему и решим ее. Получаем систему. Давайте мы ее попробуем решить. Мы ее также решаем способом подстановки. у выражаем через х. Получаем, что у равно 32 минус 5х. Из второго уравнения, обратите внимание, нам это удобнее сделать. Здесь коэффициент при у равен 1. И подставляем в первое уравнение системы. Раскрываем скобки. Переносим слагаемые. Приводим подобные слагаемые. Получаем уравнение. Минус 15х минус 4х равно 1 минус 96. Откуда получаем следующее уравнение. Минус 19х равно минус 95. Отсюда имеем, что х равно 5. Значит, за 1 минуту через первую трубу поступает 5 гектолитров воды. Подставляя вот в это выражение вместо х 5, получаем, что через вторую трубу за 1 минуту поступает 7 гектолитров воды. 5 гектолитров в минуту через первую трубу и 7 гектолитров в минуту через вторую трубу. Вот такой ответ. На этом наш вебинар подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Увидимся на следующих вебинарах на платформе Дом Знаний. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!